Вот ни для кого не секрет, что Магнитогорск не теряет своей экономической привлекательности. Согласитесь, единственный город, равноудаленный от любых столиц, от Оренбурга, от Уфы, от Челябинска, позволяет себе строить самый современный в мире завод, ну в смысле комбинат. Это и радует. Естественно, заказы будут и в Магнитогорск жить будет. Естественным образом в Магнитогорск стекаются, ну кто, кто, ну жители сел и жители Башкирии, которые, кстати, смотрят телеканал Звезда. Ну и раз жители Башкирии приезжают в Магнитогорск, в основном, конечно же, со стороны озера Соленое, то по дороге экспресс-сервис для них существует. Ну не только для них, конечно же, вообще для всех, для Магнитогорцев в том числе. Теперь внимание. Я не знаю как, но так получается, что на все элитные бренды, как-то Mobil, как-то Shell, как-то Castrol, здесь, ну очень смешные цены. Почему? Да потому что льют это масло тоннами и не заморачиваются в лишних 20-30 рублях на литр. Поэтому держат вот такие замечательные цены. Но сегодня здесь научились и не только масло менять. История в российском понятии планомерно и быстро идет по своей логической цепочке. И тут мы, опять же повторюсь, быстро догоняем в три раза меньше по площади Соединенные Штаты с примерно одинаковым по уровню интеллекта населением. И для справки, дилер это продается вкратце, но никак не сервис. Сервис по-английски это гараж. Не правда ли все знакомо? Гораздо проще и удобнее для клиента раскидать по городу дешевые модули, чем загонять его в одну неудобную точку. Теперь про слово экспресс. Опять же русский аналог. Быстро. То есть быстрый сервис. Из собственного опыта скажу, при наличии инструмента колодки, шаровые, рулевые, да и навесное оборудование меняется за те же 20-30 минут, что и масло. Естественно, если есть голова и ручки. И за первым, и за вторым, и за третьим мы приехали на шоссе дачное. В сторону озера Соленое. В экспресс-сервис. Вот так вот мы растем, да? Раньше мы просто меняли масло, потом мы меняем масло в автомате, гидроусилители. И теперь что? Это полноценный сервис? Да, мы ввели комплекс дополнительных услуг. Сейчас мы расширили ассортимент выполняемых работ и предлагаем дополнительные услуги в плане ходовой части, ремонт ходовой части. Работы такие, опять же, несложные достаточно, но всегда необходимы. Это замена пыльников шруса, замена самих шрусов, замена рулевых тяг, рулевых наконечников, то есть замена резинок стоек стабилизатора. То есть такие вот работы, которые всегда необходимы. С этими работами не справятся многие экспресс-сервисы. Потому что, ну, сказать человеку, поменяй пыльник, он скажет, а как? Ни инструментов, ничего. У вас как? У нас, во-первых, весь инструмент имеется. Во-вторых, у меня работают высококвалифицированные ребята, специалисты, профессионалы своего дела. Это поэтому все делается быстро, элементарно. Ну, давайте вот я посмотрел цены. Цены начинаются от 250, точнее, от 200 рублей. И заканчиваются, ну, самые тяжелые, допустим, да, шрус 450. А откуда такие цены? И почему они сделаны? Можно же было, ну, зарядить людям деньги серьезные. Ну, во-первых, нам неинтересно поднимать цены. Мы всегда готовы привлечь клиентов именно нашей ценовой политикой. Вот. И, опять же, это же экспресс-сервис. То есть чем больше народу к нам приедет, тем мы сделаем больше работ. Соответственно, заработаем больше денег. И что меня порадовало и поразило, это цена вашего масла. Имеется в виду, ну, той синтетики со всеми добавками. Естественно, все понимают, что такое масло теперь уже. И самое навороченное масло у вас замена 280 рублей получается? Да, хотелось бы напомнить, что замена масла, если вы приобретаете, естественно, у нас его найдет бесплатная. Самое недорогое масло, Кастрол, Кастрол синтетика 540, Кастрол Магнатек, у нас стоит за литр 260 рублей в разливе. Эта цена одна из самых низких по городу. Естественно, также, как я уже говорил ранее, у нас есть практически все фильтры, все марки автомобилей. Возможно, я отстал от жизни, но факты, вещь упрямая. Дока Мастер 90-х сейчас это ленивая, чванливая и дорогая животина, причем неблагодарная. Кстати, молодые кадры отнюдь неплохие. Так как Макферсон, он и в Африке Макферсон, а рычажная передняя подвеска заднеприводных автомобилей, в принципе, одинаково, что на Копейке, что на Мерсе. С-класса. Причем, в отличие от Тазиков, на иномарках все снимается в разы проще. Так что гнаться искать мастеров старой закалки, не умеющих, а точнее, не желающих делать машину, а любящих шибать бабусы некислые, не надо. Поверьте еще раз человеку, лично разбиравшему все свои 10 иномарок. Процедура ремонта нормальных автомобилей менее затратна, чем ВАЗа. И этот ценовой принцип поддерживается экспресс-сервисом, что на Дачной. И вот с этим мы сталкиваемся везде и всюду. Казалось бы, приехали на любой экспресс-сервис, да? Ну, там ребята везде работают нормально, у меня со всеми хорошие отношения. И, естественно, они могут сказать, что пацан, вот тебе, понимаешь, проблемка возникает. Либо шрус выскочил, либо пыльник порвался, либо, ну, там, втулки-стабилизаторы поизносились. И возникает вопрос. Ребята, а вы можете поменять? К сожалению, на 90% экспресс-сервисов, которые уже расплодились в городе, такое сделать не могут. А вот здесь могут. И это очень-очень хорошо. Потому что в таких вещах, которые осложняют движение вашего транспортного средства, они разбираются и устраняют их очень быстро. Поэтому, если что-то где-то застучало, вы вместе с заменой масла приезжайте сюда, продиагностируют и, если это не очень сложно, естественно, устранят. При этом на деньги вы не попадете. Продолжение следует...